Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Фролов Юрий Андреевич, я биолог и крестьянин, и предприниматель. И вот в данном случае о травах целебных хочу рассказать вам. Что именно? Самое главное здесь вот что понять, дорогие друзья, что эту тему очень сильно дискредитировали у нас в стране, и в мире, тем более у нас в стране последние годы. Почему? Потому что стали приносить сырьё для перерабатывающих пунктов, потом в аптеке это всё идёт, в фармкомпании. Кто траву, кто сырьё, пьяницы, всякие алкоголики, кому угодно, курильщики, значит, собирают где ни попадя в экологически нечистых местах, у дорог, где угодно, кто это всё сейчас проверяет и контролирует. Более того, это раз проблема, первая. Вторая. Нету пользы в этих травах. Почему уже не замечают люди те эффекты, которые описаны в литературе, в лечебниках старых? Очень просто, потому что собраны они не по правилам, не по лунному календарю, не тогда, когда, значит, например, какую-то после росы, какую-то надо откапывать только в определённый период, там, например, декаду определённого месяца и так далее. Вот это всё сейчас не соблюдают, потому что быстрее надо заработать хоть какие деньги, их пока есть при любой погоде и так далее. Но свойств этих уже нет целебных. Мне очень жаль, что эта тема так дискредитирована. Я бы хотел вернуть её как бы вот в понимание, ну, пусть в небольшом масштабе, потому что это тяжёлый ручной труп. На нашу траву вот различные травки целебные собирают только в экопоселениях ребята, которые знают, что они делают, с душой делают, по совести, по правилам, когда это нужно, когда самые целебные свойства. То есть, вот такая, вот вы посмотрите, например, значит, какая кропотливая работа, вот, например, смолка, вот эта трава, это же вот, значит, нужно просто сидеть вручную, вырезать вот эти маленькие соцветия, значит, разрезая на маленькие кусочки, вот посмотрите, какое сохранение цвета, вот вся наша трава, все наши травы заготовлены так. Я очень рекомендую вам приехать, если у вас есть такая возможность, 25 июня, значит, вот, 16 года на выставку, ярмарку, фестиваль Веган Экспо, который будет на заводе Флакон, но это есть возможность. Если нет, то мы отправляем любую точку страны и мира наши продукты, не только наши вот травы, у нас более 400 видов биопродуктов. Смотрите наш сайт nadgar.com, правый верхний угол, там 5 прайсов, ну, общий главный верхний прайс, в котором, кстати, травы, раздел как раз вы увидите, вот эти лечебные травы, и другие наши замечательные продукты. Пожалуйста, почитайте отзывы, которые написаны на нашем же сайте nadgar.com, отзывы, что люди пишут вообще, ну, там, почитайте. Значит, дальше, что я вам хочу сказать, значит, по прайсу как работать, есть ролик, называется раздел «Доставка и оплата», посмотрите текстовый файл, что там написано, и видеоролик, маленький, буквально он там 5-6 минут, о том, как правильно делать по нашим прайсам заказы, чтобы не ошибиться, и у вас не было, ну, значит, каких-то неправильных сборов, и мы достаточно легко, удобно нам было собирать. Там есть правило, посмотрите. Значит, как вообще я собирается, сказался по всем правилам нашей травы, потом перевозится вот в таких картонных мешках, ну, в данном случае, кстати, обратите внимание, какая здесь чудесная, вот я даже так наведу, великолепные листья молодой березы. В мае, когда они еще такие нежные, когда они в самом соку, самые полезные, они вот только тогда собираются, кстати, они маленькие листики, это майские, по всем правилам, и вот так собираются все наши травы. Давайте в два слова скажу вот об этой чудесной травке смолки, или сон-дрема, трава эта называется на Руси, испокон веку ее использовали, например, в мешочке клали, дети засыпали хорошо, а можно сделать по-другому. Чайную, то есть, извините, столовую ложку на буквально стакан воды, только не надо кипятить, а заливайте в термос где-то на час-полтора, можно на два, при температуре плюс 70 градусов. Потом, значит, процеживайте, и можно пить в течение дня, причем это если вечером, то будет хорошо засыпать, ребенок или взрослый человек, а если в течение дня и курс месяца два пропить, то, значит, это восстанавливает и в какой-то мере, безусловно, потому что разные есть заболевания, но тем не менее помогает при заболеваниях печени, почек, маточных кровотечениях, даже при псориазах делают примочки, такие компрессы. Я вообще буду рассказывать о свойствах трав обязательно, у меня на моем главном сайте, в блоге юфролов.ру будет такой раздел по травам, он уже, собственно, там есть. Пока просто мы не вносили туда еще травы, обязательно их свойства будем там описывать. А я хочу вам сказать, какие еще травы мы с собой возьмем на выставку, на ярмарку, ну а эти же травы вы сможете купить, заказав свой город, или приехать к нам под Зеленоград на наше хозяйство базу, где мы, собственно, откуда мы продаем наши чудесные продукты. Мы возьмем с собой крапиву верхушки, вот эти свежие майские, цветы таволги, траву хвощ полевой, чистотел, полынь, это очень целебные травы, тем более, если правильно заготовлены, манжетка трава, корень девесила, корень ливанчика, корень дягеля, корень щавеля конского, корни подсолнуха, вот Смолка уже сказал, береза листики, листья дикой малины, значит, траву зверобой, вот ее только собрали, высушили прямо вот на днях, значит, почки сосны, ну это уникальная трава, значит, почки сосны тоже очень такая скрупулезная, щепетильная, я бы сказал, работа, трудная. Да, кстати, именно поэтому эти травы не могут стоить, как в аптеках, а то вот некоторые люди когда-то мне писали, а почему, да, ну это абсурд, вы представьте, какой действительно здесь труд, не абы что взять, а как выбрать, заготовить, качество совершенно другое, это труд, это не газонокосилками скосить, вы знаете, как выращиваются, это я вот сказал про то, как люди собирают непонятно где, непонятно какие, какими руками, правила гигиены и прочее, это все очень важно, и целебных свойств нет, но есть-то еще другие моменты, вы знаете, что в основном сырье вот для крупных компаний в аптечной сети добывают, поставляют не из дикой природы берут, а добывают комбайнами на полях, как вот рапс и так далее, то есть как культура сельскохозяйственная, там пользы вообще никакой даже теоретически быть не может, потому что только в симбиотических сложных связи между высшими растениями, да, древесными и так далее, между корневыми системами растений, трав и грибов, мицелий, образуются вот эти сложные симбиотические связи, когда питательные, вот эти уникальные микроэлементы, другие активные компоненты, лечебные, значит, фитонциды образуются благодаря тому, что есть вот эта сложная связь многогранная, которую человек никогда не может повторить на своем участке, при усадебном или на тем более сельскохозяйственных землях, а только в дикой природе, и поэтому польза таких трав совершенно другая, она есть, той в аптечной сети нету, и вот эта вот проблема, а как собирать такую траву, это приходится повозить, а корни, а корни сушить, мыть, резать и потом правильно откопать, когда это же все высыхают они в 10-15 раз иногда, вес теряя, вы представляете, соцветия нарезать, поэтому, естественно, цена 100 грамм, это 500 рублей, в основном, есть по 350-100 грамм некоторые виды у нас трав, но вот давайте посмотрим, вот эта большая корзина, вот эта вот корзина, это 200 грамм, вот, например, понимаете, так что это очень много на самом деле, то есть вот так вот, ну, вот мой ролик был, значит, в двух словах вам рассказать о травах, о том, что меня волнует, почему я действительно, вот, хочу, чтобы травы были качественные, по крайней мере, призываю, если уж нет возможности у кого-то купить, собирайте сами, для себя, для знакомых, но учитесь, читайте лечебники, травники, как собирать, как правильно высушивать, хранить, перевозить сырье, и, в общем-то, это тоже работа немалая, это труд, без труда, как говорится, не выложишь рыбку из пруда. Ну, что ж, дорогие друзья, я думаю, был ролик все-таки немного полезен, вот, ну и до новых встреч, до новых встреч!